Если говорить все-таки о том, в какой степени российская армия вооружена теми или иными ракетами различной разрушительной силы и различной точности. На сегодняшний день, пожалуй, самой опасной ракетой является ракета, которую в сюжете я упоминал. Это ракета Х-22. Это старая советская ракета, у которой просто катастрофическая на самом деле точность. Там отклонение может быть не просто сотни метров, это и 200, и 300 метров, и даже больше. Катастрофическая точность в кавычках, я правильно понял? Катастрофическая, конечно. Их невозможно называть точными. И у них, помимо всего прочего, и своих проблем было немало, еще когда они были новыми ракетами. Еще в свои 1960-е годы, когда началось их серийное производство, в первую очередь с топливными системами, вплоть до того, что у них даже могли отказывать двигатели во время полета, возникали даже такие ситуации. А что же, в чем именно опасность этих ракет на сегодняшний день? У них очень серьезная боевая часть. Там почти тонна в боевой части взрывчатого вещества. Если быть точнее, 960 килограмм, боевая часть стандартная. Именно в советское время решили проблему с точностью именно боевой частью. То есть вы можете не попасть в цель. Например, ракета упадет в 100 метрах от цели, в 200, в 300 опять-таки. Но за счет настолько мощной боевой части, осколочно-фугасной, на почти 960 килограмм, а в любом случае, но повреждение эта цель получит взрывной волной или иным путем. Но вот именно за счет боевой части они решали эту проблему. А теперь ситуация такова, что эти фактически неточные ракеты в основном и выпускаются по территории Украины. В частности, по Одессе и Одесской области работают именно этими ракетами российская авиация. А именно стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3. И можно только себе представить, как в перспективе может измениться ситуация среди жертвами среди мирного населения и гражданской инфраструктуры, повреждением гражданской инфраструктуры с учетом вот таких вот показателей. Но мы уже видим эти результаты. Подождите, давайте разберемся, Александр. Вот эти ракеты Х-22, да? Да, совершенно верно. Они какого базирования? Они исключительно воздушного базирования? В смысле, воздух-земля? Это авиационные ракеты, которые используются, применяются стратегическими ракетоносцами-бомбардировщиками Ту-22М3 в настоящее время. Хорошо. А есть ли у России в достаточном количестве ракеты среднего радиуса действия? И могут ли они применяться? Типа знаменитых в свое время СС-20, из-за которых бодались с американцами, которые поставили першинги в Европе. Это середина 80-х годов. Это уже больше вопрос о ракетах РВСН, стратегического назначения. Это несколько иной уже вопрос. Подождите, а разве обязательно ставить на такую ракету ядерную боеголовку? Она не может нести обычный боезаряд? Вполне может. Ситуация вот в чем. Если мы говорим в целом о возможностях, ракетных возможностях Российской Федерации, то у нее есть достаточно широкая номенклатура советского периода ракет. Те же самые, как вы сказали, СС-20. Те же самые, например, можно говорить о ракетах не только Х-22, мы говорим о ракетах Х-55, Х-555, Х-101 и целая номенклатура всего прочего. Даже скажу больше. Даже те, которые сейчас перестали часто использовать крылатые ракеты «Калибр» и «Искандер», они все равно у них остаются на складах в так называемом неприкосновенном запасе. То есть в любом случае останется неприкосновенное определенное количество крылатых ракет «Калибр» для «Искандеров» определенное количество и так далее по каждой номенклатуре. Но вот именно по применению, например, если мы говорим о Х-22, то да, действительно, это старая советская ракета, но чего еще в ней, скажем так, не достает, чтобы быть абсолютно неуязвимой? Она уязвима для ПВО. Она более уязвима, чем, например, крылатая ракета «Калибр». Она более уязвима, чем, например, тот же самый ракета «Искандер-9М723» и «9М728». Поэтому именно чем мы больше углубляемся в это советское наследие, тем мы должны понимать, что их ракеты становятся более уязвимыми для ПВО Украины. Редактор субтитров А.Семкин